Всем привет, у микрофона Каби. Сегодня у нас довольно-таки необычное видео. Это игры, которые мне предоставили ребята из Harbingers, и здесь их игрок Димага будет играть один против двоих. Это специфический шоу-матч, где Димага играл против победителей турнира внутреннего Бауманки, и играл он в итоге против двух игроков из Алмазы, из Алмазной лиги. Я не знаю, сколько там уж конкретно ММР, но в общем, в принципе, я время от времени упоминаю о тех матчах, которые играл Хиро Марин в рубрике «Нечестный Старкрафт», где он победил один-двух даймондов, и в принципе, ну, мне до этого казалось, что это невозможно, что как бы Алмазная лига — это слишком высоко, и ладно, можно, может быть, победить двух ребят из золота или даже из платины. Ну, Хиро Марин тогда справился, ну вот, соответственно, такой же вызов здесь и для ребят команды Harbingers поступил, другие игроки проиграли этот матч, и тогда вышел финальный босс Димага. Он в роли красного зерга появляется в левом нижнем углу, и в правом верхнем, соответственно, Ульф. Ну, наверное, Хантер, хотя по идее тут Хэнтер, но не суть. И Twinkle Toss. Такие вот игроки, не знаю, может, кто-то из вас их знает, может, нет, я, честно говоря, нет. У нас такой странный интерфейс, это единственный интерфейс, который нормально более или менее показывает в таком странном формате. Два на один, к сожалению, нормальные интерфейсы толком не работают, и можно разобраться. Мы видим, что Димага начинает в хэтчере, ну и я так предполагаю, что, наверное, было правило не рашить, потому что, в принципе, я подозреваю, что невозможно выиграть одному против двоих против раша, потому что есть билды, которые нельзя отбить. То есть, как бы, 8 гейтов зилоты в проксе нельзя отбить, да, и 2 двенадцатых пула со срывом дронов нельзя отбить. Ну, нельзя просто, и все, это так не работает. Но, если договориться без рашей, то, в принципе, можно как-то побороться за счет того, что ты лучше заказываешься, ты лучше читаешь игру, да, контролируешь карту. Давайте смотреть, что получится у Димаги. Он с... ой-ой-ой, что-то такое было? А можно так больше не делать? Это, видимо, какой-то прикол этого интерфейса, что у меня, когда курсор там, если я делаю драг, как обычно, камера начинает летать. Жесткая тема. Короче, Димага здесь занимает внутреннюю базу. Да что ж такое, слушайте, мне придется серьезно переучиваться, чтобы так не летало, потому что обычно такой проблемы нет на ВЦС интерфейсе. Короче, а ребята выходят здесь, третью базу занял Протас, а Зерк вынужден уже занимать локацию снаружи. Но снаружи есть как бы две базы, видимо, Тос потом тоже займет, или Зерк вторую займет. Роуч Ворон у него по итогу. Мув заказан, у Димаги мув тоже заказан, Роуч Ворона пока нет, и его оверлорд, ну, пока, в принципе, особо ничего не видел, но видел Старгейт. Видел Старгейт, какие выводы тут делать в режиме 2 на 1, я не знаю, но Димаги, скорее всего, просто, ну, кстати, Старгейт довольно поздний в целом, вроде как, да? Уже газы на натурале. Ну, так Димага, наверное, делает вывод, что тут будут какие-то поздние оракулы, то есть надо там спорочки поставить, где-то похоже на 4.30. Ну, я бы, по крайней мере, так поступал. Димага пока, вот он у нас тут внизу в продакшене, вовсю раскачивает дронов, королев добавляет, у него причем уже 3, но он, королев, наверное, надо побольше в таком режиме, потому что боевых юнитов ты в целом не можешь построить, ну, если исключить за втыки, да, больше, чем 2 оппонента, но можешь построить королев. Протас строит Войд Рея в итоге стартовым юнитом, такой хороший серебряный юнит. На самом деле, в 2 на 2 высоких лигах я никогда не играл, так что не знаю, какая там мета, может быть, Войд Рея это хорошо. Пока мы видим флитбикон и второй Старгейт, это, соответственно, либо Темпест Керриера, да, либо Рея со скоростью, учитывая, что мы видели Рея, может быть, это и Рея со скоростью, но я бы не исключал, что тут задумка просто оверлордов Димаги прогнать у Димы, причем один там спрятался, остальные, ну вот, на карте вообще особо не присутствуют, так что у Димаги, на самом деле, вижена и контроля карты почти нет. Адепт к нему проскакивает, не будет запрыгивать, увидел Леер, и здесь почти полностью минеральная экономика раскачана, газ Димага пока не спешит добывать, Зерг все это видит, ну, буквально только что Димага перевел рабочих, на третий ставят газы, здесь газы, и потихоньку готовятся что? Делать даблгрейды, да, и это при том, что у него, в принципе, только пул на данный момент. Ну и это вот к слову о бабузе, то есть у Димаги 7 королев, 9 лингов, 5.20 на таймере, то есть я думаю, что каждый из вас, какая бы лига у вас ни была, может себе представить множество билдов, которые Димагу убили бы вот прямо сейчас, прямо сейчас, но ребята играют макро, за копку решил сделать Зерг, и Протас все-таки пошел в карьер с апгрейдом на атаку, но карьер ранний, это, кстати, довольно интересный такой способ абуза, мне кажется, 2 на 1, потому что получается Зерг, ну, там худо, бедно, как может он противостоит Димаге, на самом деле, кстати, смотрите, вот если мы сравним, лимиты мы только так можем увидеть, 89 на 81, да, вроде бы поровну, но при этом дронов 41, а у Димаги 66, здесь только сейчас 2 базы насыщаются, у Димаги уже 3, но зато приходят роучи, то есть у Димаги нет роучи, и вот он где лимит, королевами он пытается тянуть время, ну и не дает подняться пока наверх оппоненту, тут, правда, есть линги, битый роуч заворачивается в райвейджера красиво, и прилетают керриеры, у Димаги, в принципе, против керриеров скоро будет средство, он увидел аверсиром керриеров, так что он заказывает заранее гидру, у нее, правда, пока нету апгрейдов, ну, точнее, да, кстати, он делает первой скорость, странный выбор, ну и здесь сражается Димага с интерцепторами, видимо, из соображений, что керриеры все равно не профокусишь, потому что их всего два, то есть сбить интерцепторов реальный кейс, но здесь роучи уже забежали в минеральную линию, минеральная линия Димаги погибает, роучи забегают во вторую минеральную линию, здорово действует фиолетовый зерк, насколько может, и там дальше новые карриеры, скоро играет плюс один будет, новый Старгейт, здесь Димага теряет свою добычу, на третьей базе роучи тоже есть, прям хорошо распределил в Ульфхантер свои войска, Димага так потихоньку теряет все оверлордов, но я думаю, что он сейчас далек от соплай блока, да, выходит королева, сбивает пару интерцепторов, отступает Твинкл Тосс и новых карриеров там добавляет потихоньку, наверное, ему пора бы уже занять третью базу, ресурсы явно позволяют, но тут, скорее всего, нервы отчасти, да, не успеть сориентироваться, тут Димага, вроде вы его почти додавили уже, хочется дожать, и голова пропускает важные циклы, мне или не знать, как это бывает. Карриеры начинают сражаться с Гидрой, на самом деле, мне кажется, Гидрой этого они могут убить, даже с учетом спорки, но все-таки спорку стоило уничтожить, спорка, кост-эффективный юнит, недавно считали с реплея в Холмсторе Капа, самые кост-эффективные юниты, спорка попала в юниты, потому что может убивать, и вот она там очень высоко в матче без ЗВП, так тут, а, нет, наверное, в ЗВТ, ну, короче, спорка штука хорошая, много урона наносят, но главное, что сами карриеры выживают, тут тем временем подходят еще роучи, визуально показалось, что они без грейда на скорость, но на самом деле грейд на скорость у них есть, еще у них есть грейд на закопку, но нет пока подземного перемещения, димага Чейнджинга засылает, увидел этот выход, что ж такое, ну, ладно, мне только одну серию матчей, надо постримить в этом интерфейсе, как-нибудь перебьемся, заходят роучи, фокусят красиво эти спорки, спорки тут главное, что мешает, ну, а дальше роучи с карриерами, конечно, должны разбираться с этой гидрой, красиво заобузили ребята, ну, и вот показывают нам, что есть средства у алмазов против димаги, потому что, ну, мне кажется, что зерк хуже подходит для игры 2 против 1, я помню, на нечестном Старкрафте Блай играл 2 против 1, тоже проиграл, и здесь вот нет такой мощи, как у Терана, когда ты сделал мощный выход, разложил танки, к тебе прям не подойти, ты микришь, у зерга гораздо меньше инструментов для того, чтобы применить свой скилл, чтобы разрыв в скилле был больше, да, за счет того, что ты умеешь очень круто делать, например, кайтить морпехами, и поэтому ваш разрыв там в 10 боевого лимита становится как разрыв в 30 боевого лимита, у зерга таких опций, наверное, меньше, но давайте сначала посмотрим, что Димага придумает на второй сет. Он прошел на карте Twilight Fortress, мне это довольно мало о чем говорит, я особо никогда не играл в 2 на 2. Ну и тут вот есть такая иконка, на которую я не обратил ваше внимание в первом сете, но смысл иконки в том, что Димага может строить 10 тысяч лимита, то есть Димага в этом матче не ограничен двумя сотнями лимита. Это, кстати, такое интересное дополнение, потому что тот же Хиро Марин на нечестном Старкрафте играл без этого, но опять же поправка, возможно, на расу зерк, то есть чтобы не было 200 лимита на 400 в этом задумке, ну мне кажется, должно быть, честно говоря, 200 лимита на 400, ну ладно, матч в таком формате, и ребята из Бауманки появляются справа вверху, синий протас, оранжевый зерк, Димага вновь в красный, давайте врубим таблички, по умолчанию не включен продакшн в этом интерфейсе, но это какой-то старенький интерфейс, на самом деле, я его вообще первый раз врубил, и, ну, он, по крайней мере, убирает вот эту здоровенную панель, которая абсолютно не нужна в стандартном интерфейсе, да, то есть больше дает нам место полезного на экране, пул, после хаты у Ульфхантера, у Димаги тоже самое, в этом плане, Димага чуть-чуть опережает по таймингу газа, но это уже совсем косметика, протас ставит, Нексус, вот это тоже интересный такой момент, да, то есть ты знаешь, что вы договорились играть без Раши, положим, то есть если есть такое, я не знаю, то есть мне кажется, если бы я играл, например, такой матч на деньги, то я бы ломал, ну, систему, как мне в свое время рассказывали, почему невозможно работать с китайскими программистами, потому что им нельзя, но это давно было, очень сложно дать систему мотивации правильно, потому что если ты им платишь за релизы, они делают 5 релизов в день, бесполезных, нерабочих, а если ты им платишь за количество кода, то они как бы кодят там очень много лишнего, короче, вместо того, чтобы писать коротко, и, то есть это ломает систему, и мне кажется, я бы ломал систему, то есть если нет правила, что нельзя рашить, я бы рашил, если есть правило, что нельзя рашить, окай, бро, два Нексуса до Гейта, я поставлю, можно? Ну, ты же, тебе же тоже нельзя рашить, может быть, тут работает в одну сторону, что только им нельзя рашить, но это тогда уже какой-то нечестный Старкрафт, но может быть 2 на 1 так и должно быть, ладно, это все, как писала Татьяна Толстая, философия засвербела, ну а тут у нас тем временем, вторую базу потихоньку насыщает зерк, кстати говоря, третья база на этой карте очень далеко расположена, смотрите, то есть тут аж она вот здесь, ну правда, ее довольно удобно защищать, наверное, при этом, но она далеко, прям, оригинальная карта, то есть сильно не похоже на то, что в 1 на 1 играется, и это тоже усложняет задачу тем, кто, ну не привык 2 на 2, но правда, здесь-то, наверное, таких нет, потому что Димага много играет с братком 2 на 2, я, кстати, не особо понимаю, зачем, никогда не понимал, у меня есть очень большие сомнения, что есть зрители у братка и у Димаги, которым 2 на 2 интереснее, чем 1 на 1, их профессионально, ну вот, почему-то они считают, видимо, что такие зрители есть, может быть, такие зрители есть среди тех, кто просто много и регулярно платят, то есть отдельные люди, которые просто заказывают музыку, да, делая донаты там тысяч по 20 в месяц, ну тогда можно понять, ну ладно, в общем, и наверняка представители Бауманки тоже имеют опыт 2 на 2, то есть, так что, наверное, им эти карты знакомы, вот здесь была как раз попытка прохалявить занять эту далекую третью, Димага банальными двумя лингами ее напрягает, здесь пробегает закрывать, в смысле прогрызать стенку, не успевает Тос ее закрыть, а знаете почему? Потому что он взял какого-то раба и через шифт ему это нажал, и этот раб, а, или этот раб вот так вот хотел, очень хотел здесь проехать, не проехал, конечно, в итоге огромные проблемы тут у Зерга, ну как огромные, вообще-то на самом-то деле, к сожалению, не работает табличка, ну короче, поровну-то все потеряли, Тос только ничего не потерял, Тос делает глейвы, Тос будет атаковать адептами, Димага, то есть, решил тут конкретно с собаками понапрягать, то есть он, видимо, решил так, пацаны жидкие, я их сейчас, ну не в смысле из команды Ликвид, а наоборот ровно, я их сейчас с собаками просто съем, че я, я не Димага, что ли? то есть все собак, шо ли, креатив не контрят, аксиому, шо ли, не знаете, но на самом деле, конечно, сложно пробить глухую стенку, особенно, когда уже есть в центре, тут фотоночка даже, совсем пацаны перепугались, ну и дальше, Димага будет просто дрониться, естественно, потому что он сейчас по дронам идет вровень с Зергом, даже отстает по рабочим от Протоса, то есть суммарный, опять же, графиков, конечно, нет, но понятно, что суммарный инком, а, ну вот такие цифры есть, значительно выше у команды, чем у одного Димы, о, второй лейер, я знаю этот прием, против меня буквально на ладдере играл какой-то смурф из мастер лиги вчера вечером, который делал лейер на каждой локации, видимо, какой-то у него был челлендж, он победил все равно, задавил меня роун, чем и 2-2, по-моему, ну не суть, суть в том, что да, есть такая вот стратегия, в данном случае я подозреваю, что это, наверное, мисклик, потому что тут вроде даже хп не просевшее, чтобы ради хп делать, ну, ладно, не будем осуждать, Димага делает лейер пока первой и единственной, я думаю, и снова бежит с собаками контролировать карту, Золнага тоже у него, и вторая Золнага у него, ну вот, даже по краям тут что-то есть, есть с одной стороны, есть с другой, то есть Димага в целом, в отличие от предыдущей игры, хорошо в курсе того, что происходит, сделал на определенные выводы, Зерк протянул немножечко крипа, интересно, что Зерк не выходит в муту, вот, кстати, мне кажется, что мута, это же хороший вариант, нет? Ну, Зерк решил сыграть по-другому, Атос в этот раз со скоростью призмы, Глейва своей, он так толком и не использовал, ну вот, приходят адепты их использовать, харасить будет, будет харасить очень жестко, имморталами, ну, точнее, насколько жестко-то мы посмотрим, он бы хотел очень жестко, а тут уж, как в анекдоте, да, курчавенький, курчавенький, какой получится, такой и получится, сказал молдаванин, расстегивая ширинку, ну, пока у иммортала получается вполне себе курчавенький харас, ну, уж не знаю, блондинчик ли он при этом, но в целом, сойдет, люркеры, вот-вот появятся у, господи, как никнейм-то, че там хантер, вульф хантер-то, неправильного хантера я запомнил, а правильного вульфа забыл, вот так бывает, люркеры это интересная история, люркеры это юниты, которые позволяют очень эффективно размениваться, то есть юниты, на которых очень тяжело нападать, не имея специальных средств, достаточно дорогих, в идеале это вайперы, ну или хотя бы реведжеры, то есть такой антилюра на минималке, реведжеры в матчапе ЗВЗ, здесь тем временем появляются колоссы, я вот задумался сейчас, как-то рассуждают ли ребята о том, чтобы законтрить контру, да, то есть получается, вот тут интересно, кто играет первую скрипку, но если мы предположим, что зерк, то зерк говорит, я иду в люру, следовательно, чем ответит Демага, ну по идее завернет роучей, реведжеров, и пойдет в свою люру, правильно, ну вроде логично, потому что против люры, играть без люры тяжело, следовательно, тос что должен, там будут реведжеры и люра, что нужно тосу, мне кажется, что дизрапторы, ну вот он выбирает колоссов, почему-то, я не очень понимаю принятие решений, если смотреть с другой стороны, то есть предположим, тос говорит, окей, бро, я иду в колоссов, что будет делать Демага, ну роучер реведжеров и вайперов, по идее, да, и зерк такой, я сделаю люру, стоп, секунду, вайперы ее контрят, это тоже нелогично, ну то есть, как контрят, понятно, что сами не убивают, но это то средство, которое ты против нее делаешь, ну ладно, опять же, вот хосты, такой интересный юнит, недооцененный, мне кажется, тоже, но, может быть, не хотели обузить, или не все прям можно за две карты придумать, то есть, положим, зерк вместо люры идет в хостов, а протас играет вот просто как двухбазовый пуш, то есть, там, имморталы, архоны, чарджзил, это все, просто прикрыть только хостов, как, как отбиваться, не знаю, мне кажется, что можно, вот прям, можно и нужно обузить по максимуму в таких форматах, но, возможно, с дивана, протом не очень хорошо видно, а здесь тем временем решил покосплеить классика товарищ Твинкл Тосс, за попытку-то, конечно, Лоис, по факту, что выйдет, не знаю, но, по крайней мере, призмой со скоростью он пока не танкует, коррозив байлы уже хорошо, уворачивается, вроде ничего не убил, но выглядело прикольно, тем временем, вульфхантер, нет, стоп, он не пришел убивать, на эксус он решил защищать его от собак, очень хорошо, люркеры защищают все от собак, особенно в первом Старкрафте, но во втором тоже неплохо, интересная такая, да, встреча, как они не столкнулись под землей, непонятно, но как-то так, здесь нету обсервера, и нету оверсира, и есть Фатонка, так что на этом этапе ребята все-таки заметят, но вот правда сколько войск они сорвут, Тос нажимает просто F2, и в это время Димага заходит с фланга на люру, правда очень странно, без коррозив байла выбивает этих люркеров, но он решил просто идти мимо, конечно люркеры, ой, роучи, в смысле разделились, а вот тут Димага уже F2-шеньку, кажется, немножечко нажал, ну ничего, пришел Дима пытаться пробить в лоб, заобузить коррозив байла, пока не очень круто получается, скажу я вам, то есть он там вроде что-то покидал, но тут на него с фланга жестко заходит гидра, но эта армия ж не уйдет отсюда, там еще и Зилата с чарджем, и Колосс преследует на призме со скоростью, ну то есть, походу не очень преследует, но план, наверное, был такой, в теории он мог бы все добить, но действительно тут важнее хорошо отбиться дома, потому что Димага-то успевает, а вот успеваешь ли ты, это другой вопрос, играя против него. Пошла добыча на золоте у Тоса, очень мощный инком, но Димага-то больше добывает, у него там полные 4 базы, и у него 80 рабов, зерк остался почти без рабочих, у него всего 29, ну вот да, вот это, это правильно, это правильно, то есть харасить. Правда, Димага в это время и сам успевает харасить, этих роучей ребята не заметили, Тос продолжает терять рабочих, ему все никак не сделать абсерверов, он продолжает клепать имморталов, как бот, надо просто сделать абса. Есть два абсервера, один в армии, другой, видимо, тоже в армии, ну призвали в абсов, призывной возраст, ничего не поделаешь, так что пацаны обходятся на гражданке без них, страдают, видите. Сражение в центре карты, тем временем, Димага заходит на эту армию, но против люркеров, и армии протаса очень тяжело драться. Я вот только что увидел, что походу люркеры, кажется, не дают френдли фаер, да? Иначе было бы очень забавно. Ну и здесь, конечно, это был неправильный ход, нельзя так люркерами идти в атаку, если у них нет апгрейдов, а у них нет апгрейдов, это было очевидно сейчас. А, кстати, у них есть дальность. Нет, наоборот, погодите, что у них есть? Короче, один из двух грейдов у них есть. Нет, вроде-таки скорость закопки, да? То есть, получается, в целом можно было идти с дальностью просто обороняться лучше. Здесь каким-то образом были убиты люркеры, я не уследил. Но очень жесткую атаку приходит протас, только плохо, что он один в нее приходит. Как бы вы здорово не разменялись в предыдущем сражении, надо же понимать, что там прогеймер сидит по ту сторону экрана, то есть, в итоге, эту базу. Но это неправильно. Надо было сейчас идти в атаку обязательно с люрой. Дима сейчас получит свою люру. Ну, видимо, здесь зерк что-то запутался, заигрался. В итоге добавляет триллион зданий. У него и так... Ну, хотя 36 дронов, он отстроился немножко. Видимо, решили отжимать половину карты, пытаться. И в этом нет смысла. Потому что они вдвоем добывают меньше, чем Димага один. То есть, ну, вы типа стоите здесь. Димага такой... Что же делать, пацаны? Как мне добывать ресурсы? В скобочках нет, потому что у него две базы просто в другой части карты. А здесь-то вы, конечно, держите позицию. Если бы раньше пришли в атаку, наверняка пробили бы. То есть там Димага, может, подкрепление бы отбился. Но это же зерк. Тут всегда есть такой момент. Вот ты убил ему Гидроден, например. У него люры не будет уже. Но не получилось. Пока продолжают пушить как есть. Вайперов нету, чтобы накрыть все это. Дизрапторов нету, то, о чем я говорил. И в итоге здесь блок, который пробить нельзя. Мне кажется, архоны ничем не помогут. Даже штормы бы помогли больше. Димага в ужасе ставит третью хату, ничем не прикрытую. Просто наглеет, потому что у соперников нет контроля карты. И Димага в режиме I'm sexy and I know it. Просто еще и в контратаку имеет наглость идти. Ну, да. Это я помню, когда мы стримили в ЦГ 2010, кажется, в компьютерном клубе Фобос, в Купчино. Брюс комментировал и играл. То есть там был такой шоу-матч, когда он играл в очень тяжелых условиях. На мышке Riser, Riser моей, без драйвера, без правильного. Она там очень неплавно двигалась. Еще и вместо монитора на большой плазме, с кривым разрешением. Ну, там аспект экрана был другой, поэтому все тянулось. Короче, контролить было почти нереально. И Брюс там в панике играл против игрока с никнеймом Антошка Рейдж, моего тиммейта, который его харасил еще и дропом в ультур. Короче, он был в полном огне. И Брюсу задали из зала какой-то вопрос. Типа, Брюс, я не помню, в чем он заключался, но какой-то базовый был вопрос из серии, почему ты ставишь третий эпилон вот так и не по-другому. И Брюс отвечал, отвечал, сбиваясь на игру, отвечал, отвечал. И в итоге ответил, да, ответ да, я это делаю. Но вопрос был, почему, правда, вот у меня сейчас тоже был такой же ответ, как бы, ну да, Димага секси. Все мы это знаем, контратака Роучей уничтожает экономику Зергу, опять. Ну, у Зерга 40 рабов, в принципе, у него в этой игре вроде больше-то и не было ни разу. Вот они, появляются вайперы, но появляются сразу с обеих сторон. В итоге Димага сам вайперами размикрил лучше, просто не успевает забрать призму, правда, Димага так по-братски разобрался со своими реведжерами. Видимо, хотел освободить лимит для более полезных юнитов, чтобы пару люркеров еще завернуть. А может быть, это был и мисклик, не знаю, не понял. Интересный мув от Протоса, жаль, что он в один конец, конечно, то есть он здесь может выбить эту золотую базу, но ему камни-то надо пробить, чтобы отсюда выйти. А Димага его сейчас закроет, вся армия погибнет, рекола, видимо, нет, а если есть, то лучше сжать его на архонов уже прямо сейчас, потому что тут уже не погибает даже Хэт Чейри, потому что колоссы умирают под Лерой, еще и Блайден Клауд, очень красиво Димага тут эту армию закрыл, но рабы погибли. То есть, да, здесь надо отдать должное, рабов убил много, но, конечно, это и близко того не стоило, то есть у Протоса колоссальные потери, правда, больше всех потерял все равно Димага, но в сумме, как мы видим, он разменивается очень хорошо, учитывая, что он все-таки убивает войска двум игрокам. Здесь достроились у Димаги хаты, он туда не переводил, пока рабов, это с мейнов, закончившихся, поехали рабочие на золото, слишком много рабочих, но Димага так, видимо, ткнул на автомате. Не успевает, даже и он немножко правильно тут перераспределить рабочих. лимит у Димаги 190, но, напоминаю, что у него нету ограничения на 200, то есть он сейчас может до 100 паз... А зачем он реведжеров? Может, это были все-таки не свои реведжеров? Нет, они кидали коррозию в байла по призмену, в смысле? Он совершенно четко убил своих реведжеров двух. Ладно. Чем-то они, в общем, провинились, назвали его земляным червяком, или его гидролиска, тем более он действительно немножко похож. У него грыды 3-2, кстати, у этого гидролиска. Здесь 3-1, легкое преимущество, ну и нелегкая такая подкопка под минеральную линию, вынужден тост снимать отсюда рабов. А у него, кстати говоря, ничей не добывает. У него мейн кончился, но натурали ничего нет, здесь рабы не добывают. Вайперы начинают разну. Вайперам надо давать блайдинг лауды. Что думать-то? Тут думать-то нечего, прикрытия нету, но в итоге он как про играет сейчас в Ульфхантер, он знает, что про вытягивают вайперов. Но они это делают не тогда, когда у них есть еще подкрепление из армии протаса, то есть это, конечно, ерунда. Ну, точнее, как, конечно, я так думаю. Мое экспертное мнение в том, что это неправильный ход. Надо было просто накидывать блайдинг лауда и нападать. Лучше с двух сторон, чтобы они не могли уйти, чтобы протас обошел бы снизу. Но ребята не смогли или сориентироваться, или скоординироваться. И в итоге вынуждены на какое-то время отдать здесь добычу, но Димага все равно отступает по Ф2, потому что к нему пробежали чардж-зилоты. Будут убивать экономику. Таких больше, конечно. Вот смотрите, здесь база ничем не прикрыта. Призму сюда надо. Но это с дивана легко тут командовать, кому еще куда надо, конечно. По факту не успевают ребята из Алмаза. Но здесь очень хорошая атака, только наверх. Можно внизу не закапываться? Наверх надо подняться обязательно, Гидрой подойти может быть даже лучше. Но в итоге на хайграунде он не закопался. Тогда лучше... О! Очень неплохо на самом деле закопался сейчас. Учитывая, что Димага шел прямо на него, там люра могла жестко, но Димага здорово блайдинг-клаудами. И в этот раз Вульфхантер дает отличные блайдинг-клауды сам. Его люра не стреляет, но его гидра стреляет. И стреляют сталкеры. Заходят они на эту позицию. Ну вот чуть-чуть бы продлить блайдинг-клаудов, но видимо уже без энергии вайперы. Кстати, просто респектища от меня за то, что вайперы улетели живыми, а не полетели по F2 отдаваться. Это очень редкое качество зергов. И особенно в такой тяжелой экономической ситуации очень важная. Да, ну тут умирает пара обсерверов. Это фигня. Ну, вроде все хорошо давали, но слишком много сражений. Слишком много было Димаги, у которого уже 201 лимит, у Протаса 29. Бедный Протас. Все, у него уже видимо больше ничего в этой игре не будет. Контратака адская просто от Димаги. На нее вся армия пришла. Вся королевская рать. Чтобы Шалтая этого Болтая поднять и оторвать от дрона. Все, гудгейм пишет Протас. А Зерк что, будет еще драться? Димага удивился, но он, возможно, не понял, что там у Тоса больше нету добычи. Нет, все, джи-джи. Побеждает Димага, счет становится 1-1, и это значит, что мы отправляемся в третий решающий сет. И в этот раз игра пройдет на довольно необычной карте. Ну, как для 2 на 2. Весьма обычной, как для 1 на 1. Времен, когда Димага был одним из сильнейших игроков мира, а не только нашего русскоязычного региона, карта Whirlwind. Одна из наиболее стандартных карт того времени, потому что, ну, она на четверых, да, для современного StarCraft это не так уж обычно, скажем так, да, но натурал, обычная третья, там дальше, уже третья дробь, четвертая, смотря как посмотреть. То есть, такая стандартная карта, которая переводит 2 на 1, ну, и 2 на 2, если его, например, здесь сыграть, в такой вид, как это выглядело в первом StarCraft, потому что в первом StarCraft не было специальных карт для 2 на 2, все играли на карт 1 на 1, на 4, респа, и, соответственно, стартовые позиции всегда были далеко друг от друга, и из-за этого очень сильно рулились всегда зерги, и, например, такая пара, как ТП, Терен, Протос, ну, в принципе, не существовала на высоком уровне в первом StarCraft, потому что из-за низкой мобильности невозможно было помочь друг другу в ранней игре, и это значит, что каждый вынужден был слишком сильно оборонительно защищаться, с фотонками там, и это развязывало руки соперникам, поэтому все пары всегда включали в себя зергов обязательно, и поэтому, когда 2 на 2 еще было на пролиге по первому StarCraft, там в какой-то момент запретили зергов двух ставить, и что сделали корейцы, они стали играть зерг плюс рандом, в расчете, что все-таки выпадет два зерга, и у вас 30% есть на то, что у вас будет имбалансная связка, тогда запретили рандом, ну, и вот тогда уже они стали играть ЗП, ЗТ, ну, и в конечном итоге 2 на 2 с пролиги убрали, потому что всем надоело на это смотреть, потому что развивая 2 на 2 до оптимального, так сказать, скилла и билда, корейцы пришли к выводу, что в принципе кроме стартовых юнитов ничего не нужно, то есть это зилоты, марины, и зерлинги, и все, ну, марины там с медиками, возможно, но тем не менее, такая вот история, но это все про БВ, но к БВ как относятся ко всему этому, что в принципе Демага играл 2 на 2 в БВ, потому что на некорейских лигах, на некоторых клан-лигах был формат 2 на 2, и там Демага за Рокскиз сильнейшую нашу команду с братком играл в основном составе, ну что ж, здесь протоз более-менее стандартно начинает закрываться как может, но может не очень круто, вот как раз под современные стенки Верлвинт не очень хорошо подходит, ну а что касается зергов, то у них тут все как раз максимально стандартно, ну Вольфхантер, конечно, напрасно здесь отдает Оверлорда, это он уж больно амбициозно придумал, в итоге пытается за это забрать хотя бы одного дрончика, ну это-то хорошо, но от этого потеря Овера на таком раннем тайминге конечно задачу не облегчает. У протоза два стергейта дома, возможно он решил вернуться к стратегии с первой карты, и если говорить о Верлвинде, то вообще я думаю, что конечно с одной стороны для ребят из Бауманки эта карта более тяжелая, потому что Демага может кого-то убить один, да, и второму будет тяжело помочь, потому что далеко, но с другой стороны в распоряжении Демаги здесь намного меньше удобных локаций, то есть он не может взять и занять четыре базы там не вставая со стула условно говоря, потому что эта карта-то рассчитана на одного игрока, его стартовый респ, а не на двоих. Но Демага тут пока не изобретая велосипед просто маслингами с платинового ладдера практически убивает похоже в Ульфхантера, который ну так более-менее стандартно пытался играть, рабочих строил, но у него была потеря овера, то есть он долго сидел в сапплай-блоке, и в итоге ему лингов банально не хватает. Демага его пробивает, у него тут еще линги, он сам, видите, всего семь рабов на натурале сделал, здесь четырнадцать, у него есть уже Роуч Воррен на всякий случай, и он ставит спорку, то есть он, то о чем я и говорил, он похоже убивает зерга, но в это время протас выходит в жесткие технологии, то есть, ну как, как бы вроде Феникса всего лишь, но у Демаги лейра еще и близко нет, у него есть линги и Роучи, и на самом деле он сейчас должен на карте очень много терять присутствие, контроля, Фениксы, они единственное, чем плохи, что они ничем не могут помочь, и вот здесь, конечно, Вольфхантеру можно задать вопрос, но а чего бы тебе Оракулов не построить, хотя бы на старте двух, играй потом Фениксов, да, как у Пелевина в романе Числа, но ты побудь пять минут Танюхой, а потом всю жизнь будешь Пикачу, да, то есть ты сделай Оракулов, ну оставь одного у себя на базе, другого у друга, они же от лингов защитят, а даже лучше обоих оставить у Зерга, если что, вернешь домой Реколум, а потом игра из своих Макс Фениксов, прекрасный был бы план, к сожалению, Твинкл Тос сыграл чуть более прямолинейно, тут-то он сам здорово перекрылся, жаль, Фатонки у него нет, но скорее всего здесь адепт с батарейкой разрулит, особенно если бы он не забыл заказать или не забил заказать, он наверное до Старгейта не хотел, чтобы Старгейджи быстрее на несколько секунд же штайминги, а потом ты такой забываешь вообще про этот апгрейд, у меня такое тоже часто бывает, когда я на протасе играю, так что я советую конечно не выпендриваться и заказывать грейд на варп в начале, но как бы то ни было возвращает он Фениксов, но Димагу это устраивает, это как раз то, чем в одном из последних уроков говорил Бассетт, когда мы с ним учились в рамках челленджа Кабе Мастер Лигу, что если там Фениксы, это кажется парадоксальным, но ты должен отправлять Роуч и Линк в атаку и пусть он их поднимает, убивает, а зато дронов не будет убивать, тебя-то это устраивает, ты ж зерк, примерно по такой логике Димага сейчас действует, но тут в принципе Ульфхантер мертв, можно ему даже хэтчери не убивать, но Димага об этом не знает, просто у него нет газа, если убить хэтчери, у него соответственно, а у него есть газ, но тогда не важно, чтобы остался газ, чтобы он мог игру туда смотреть, ну интересно же, ладно, приходит Димага, пробивает стенку, здесь Ульфхантер последних своих собак, да, вот тут это конечно всегда такой момент, я тебя не добил, а ты последними юнитами или там овером даешь вижен, ну так некрасиво, то есть если тебя оставили здание, улетай в угол, но тут возможно, да, Димага тоже недоволен таким поведением, он в итоге прибегает добивать, то есть типа если ты не хочешь мирно сидеть и досматривать игру, окай, бро, я просто тебя убиваю тогда, линги все равно ему против протаса не нужны, бесполезно, тут ими ничего не сделать, поставил Димага третью хату, вот, но там 10 фениксов, и как бы тут надо что-то думать, апгрейд плюс 1, 4 гейта, на самом деле мне кажется, что, ну вот в керриеров он пошел снова, но это интересная задумка, то есть он сейчас фениксами будет держать Диму как можно дольше в черном теле, да, так сказать, по плану, а потом прилетит керриерами, пытается задавить, все-таки керриера такой очень серьезный пауэр спайк, но мне кажется, честно говоря, что просто масс-чардж зилоты сейчас в продолжение были бы намного лучше, потому что у Димаги что есть? 23 собаки с грейдами 0-0, то есть если бы просто зилоты с плюс 1, которые собаку убивают с 2 тычек, ну, и просто их наварпать, у тебя-то экономика есть, аж никто не трогал, у тебя 47 рабов, идеальный ол-ин, Димага построил шпиль, мы видели, и, соответственно, теперь он строит караптеров и апгрейд на армор, чтобы они подольше жили, ну, и оверы тоже чуть подольше, чтобы жили здесь спорки, против этого, опять же, ничего не могут сделать фениксы, тут хитрый трюк с подъемом личинки, это ошибочное, конечно, действие, кстати, Димага тут очень интересно поставил собачку, что ее по умолчанию не очень-то хорошо и видно, фениксом сложно на нее ткнуть, ну, адептов в итоге строят, твинкл-тос, по всей видимости, твинкл-тос это протос с большим опытом фотонь-батонинья, и поэтому он строит адептов, я когда батоню, я тоже строю адептов, то есть там какая логика, что у меня кэрриеры, ну, и ранее, если воздух какой-то, особенно я, ну, там, через рейф обычно в данном случае не было фотонок, фениксы, следовательно, чем на меня будут отвечать? гидрой, наверное, да, ну, а адепты хорошо убивают гидру, и, соответственно, у тебя адепт как компаньоны, но демага здесь гидрой не отвечает, он отвечает караптерами, поэтому, конечно, адепты это ошибка, но пока в таком количестве пусть будут, главное просто на них дальше деньги не тратить, но я не могу сказать, что мне сильно нравится план твинкл-тоса, то есть он был бы очень хорошим, если бы там играл какой-то и равный ему соперник, более или менее, то есть в таком случае ты из хорошего таймингового преимущества выходишь в масс-карьеров, прилетаешь к зергу, ну и масс-карьеров просто трудно убить, ну в принципе, трудно убить зергам, после того, как убрали имбалансных инфесторов 2018 года, игра стала другой, да, и теперь карьеры это серьезный юнит, но там все-таки демага, и ты собираешься обыграть сейчас демагу по качеству армии, то есть предполагая, что демага не сможет найти контру при всем опыте, который он имеет во втором Старкрафте, а он имеет больше всех опыта, может быть даже в мире, потому что демага играет с самой ранней беты, и он никогда не уходил в инактив, но если уходил, то совсем ненадолго, там демага играл чуть-чуть в Heroes of the Storm с Вайтра, и может быть там, ну в дотку поигрывал, но там уже без претензий на какой-то соревновательный элемент, компонент, поэтому я даже не знаю, мне кажется, больше демаги ни у кого нету активных лет, поэтому он очень хорошо знает, что чем контрить, и в данном случае он строит просто, я даже не знаю, мутает, наверное, мисклик, просто масса рапторов, ну, правда, к чести Твинклтоса надо сказать, что он все-таки стал делать сталкеров, что очень правильно и логично, он увидел карапторов фениксами, и в принципе, сталкеры это резонный, ну еще лучше архоны, но, наверное, там по газу не выходит архонов, если ты столько вкладываешь в воздух, у тебя все-таки только третья база поставилась, и тут карапторы, конечно, в хлам разваливаются, как и должно было быть, одного ты карьера демага перехватил, но вот тут очень так неосторожно, там карьера отдал, здесь фениксы прилетели первые, без подкрепления, надо, конечно, осторожнее такой армии передвигаться протасом, потому что эта армия очень сильна именно в комбинации, и в итоге он заходит, а Дима уже настроил роучей, и пока карапторы убивают воздух, теперь против земли есть роучи, и это реально проблема, мне кажется, потому что карапторы в данном случае убивают таких этих карьеров, Дима таки успел получить трехбазовую экономику, рабочих у него 61 на 54, и он на своей территории на крипе под королевами разбирает армию протаса, которому остается только написать ГГВП, признать свое поражение, и победу Димаги в шоу-матче 2 против 1. Ну, можно ли было тут найти решение получше? Опять же, мне кажется, что да, наверное, очень банально после фениксов заварпать просто чардж-зилотов, 10 IQ чардж-зилотов, домой прям варпы их отправляй в Димагу, он бы умер. Но, легко и хорошо судить с открытой картой, конечно, протас играл против очень сильного соперника в темноте, ну, имея разведку фениксами, но не смог принять такое решение, был у него другой план, он его придерживался, план не сработал. Поздравляем Димагу, он подтвердил и показал нам, что он тоже может побеждать Даймондов в режиме 2 на 1, да, с снятым ограничением на лимит, но, например, в этом сете оно и не понадобилось. Необычные и красивые игры, не думаю, что прям такой формат станет постоянным у меня на канале, но в качестве разнообразия почему бы и нет. На этом мне остается только напомнить, что еще больше игр с участием игроков команды Харбингерс есть на их собственном канале, в частности, недавно я записал для них видео с кланваров, где и Димага, и Джерас показали интересные игры против зарубежных игроков. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии, переходите смотреть, если вам это интересно. А на сегодня все. Комментировал Каби, до новых встреч в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok